всем привет пропала я надолго не украли меня инопланетяне я была в таком менее импровизированном отпуске спонтанном довольно не получилось у меня снять видео перед отъездом поэтому я просто наслаждалась отдыхом ну как я работала конечно но была не дома к своему стыду и сожалению только в 35 лет я первый раз попала в карпаты и для меня это конечно это перевернуло вообще мои все ожидания мысли по поводу гор природы отдыха такого и я конечно под огромным впечатлением раньше такие горы и такого рода природу я видела только у своей бабушки в краснодарском крае вот но я хочу сказать да мощь и сила есть в карпатах это это какая-то другая вселенная вот и отдохнув там моей компании в которой я работаю исполнилось пять лет и нас решили взять корпоратив с хитницы вот а мы с друзьями организовались и устроили себе дополнительный отдых до и после корпоратива и я посетила карпаты и два дня мы были во львове в общем море удовольствия и конечно же я не приехала с пустыми руками с леса и первый раз увидела что сфагнум просто растет под ногами огромным количеством и конечно я его себе немножечко набрала но не в том объеме как бы я его набрала раньше когда у меня все росло в закрытой системе сейчас я немножко поменяла свой уход но пройти мимо совсем я не смогла ну и шишек я себе там привезла естественно в киеве шишек же нету ну вот куда шишки в киеве надо было пакет оттуда привести впереди новогодние праздники а я показывала вам уже люблю творить руками люблю радовать близких поэтому что-то буду из этого всего творить вот но вот начала я видео свое цветущих орхидей чтоб не не показывает сразу банки склянки потому что цель и идея моего видео это закрытая система рассказать о своих ошибках о своем опыте возможно кому-то это будет интересно и необходимо при выборе данной системы для посадки растений но вот хотелось начать с красивого кадра поставила я тут свою вот эту красоту вернее две красоты вот они у меня они у меня посажены на фитиль вот и цветут красотульки не очень крупный цветок но я жду жду того цветения которое было у садовника на картинке я верю что он у меня будет просто им нужно немножко время они очень красивая я не очень люблю мультифлорные мелкие орхидеи но для меня она не мелкая у нее приличный размер это первое цветение обоих подростков оба они бабочки я влюблена в эти крапушки ну как это можно не любить это очень красиво вот и вообще я хотела показать в другом видео у меня там есть еще один туго дум который уже десятый год по моему распускают свои бутоны мету кинг биг пинг у меня мой дубль 3 дубль 2 я просто перевела деньги мошеннику дубль 1 у меня был без мутации поехал к маме и этот подозреваю что поедет тоже кому-то дальше в гости мы тут во львове с друзьями сидели общались и вот ребята говорят как у тебя есть канал на ютюбе а мы не подписаны говорю зачем оно надо это для людей которые со своим хобби это там не развлекательный какой-то контент нет вот мы подпишемся в общем разговорились мама подружки моей тоже любит орхидейки так что у меня появились новые подоконники для передаривания так что я подозреваю что у нее мама будет первая метушка в коллекции потому что что-то по бутону я смотрю там и близко бабочка не пахнет и вот на этом с этим сортом я уже завяжу точно дубля 4 у меня не будет и попытки 4 а вот тем временем пока то все меня интригует уже наверное месяц у меня зацвела черепом обычная не из как она просто есть по моему я постараюсь сделать фоточку на солнечном свете и показать ее она очень темнее чем кимоно и чем черепом без 2 вот у нее более плотные цветы есть 2 она такая кучерявая и завернута у этой более плоские питалии и более такая треугольная на вот я вам так скажу я не сильно как-то присмотрелась к этой орхидеи с первого раза ну так думаю надо выбрать вот одну из трех кимоно черепом по черепу без 2 но как-то я со временем вот присмотрелась и поняла что они разные я их троих оставлю ну пока у меня 7 пятниц на неделю вот но она мне нравится она красивая и я видела она очень объемно цветет вот очень красивое растение вот начну видео с таких красавиц еще хотела пару слов сказать в этой поездке моим растением было сложнее чем первые мои поездки когда я уезжала в днепр дело было в том что я их полила не прям за день до отъезда так как у меня было много вопросов пакования вещей так далее я работала на сутках я там менялась в общем чтобы была возможность поехать и я полила мне кажется за пару дней может дня за три до поездки плюс я когда почему-то уезжаю с киева тут происходит какой-то апокалипсис пыльные бури жара невозможная и я приехала опять слой пыли в два пальца на дальнем окне в одной из комнат вот перемыла пока все при переполила и многие растения прям с такими щербинками больше всего пострадал у меня гелу леопард как-то он очень быстро выпил водичку там два растения в посадке и видать они больше быстрее как топили и цветущий именно экземпляр прям такие тоненькие листочки но я я конечно психанула мы приехали наверное часов 6 вечера я полила кухню и начала часть комнаты поливать первый день на второй день я полила оставшиеся в одной комнате полностью все орхидеи со второй комнаты и вчера до поливала на полках растения в общем девчата мои все политы я спокойно и хожу теперь только наблюдаю чтобы они восстановились а вот и что хочу сказать привезла я скорпат естественно вы тут я думаю уже увидели эту красоту как-то я сначала думала его высушить или заморозить тоже так я практикую у меня и замороженный мог просто я его делю на небольшие пучки такой как мне нужен будет на одну посадку пучок заматываю такой колбаской в пищевую пленку и собственно кладу в морозилку вот и после чего если вы вам нравится когда мох растет в посадке то он именно такое сохранится то есть он проснется вот ну я смотрю девчата в колбах выращивают и вот я сыпнула там пларгон у меня был ну там буквально там жменька его чуть-чуть я потом бросила самую крупную кору которая у меня была я покупала у девочки она говорит что она ее ферментирует как архиату но там более крупные кусочки вот для закрытой системы либо на дно кидать вот идеальный вариант и я его умастила как бы корешками как я его снимала книзу зелеными этими штучками кверху а вот и посмотрю сколько он тут будет и накрыла я на алиэкспресс покупала такие пакетики как душевые шапочки на резинке мне удобно хорек у меня кушает сырое мясо и мы ему когда режем мяско в миске в общем я накрываю такими пакетиками убираю в холодильник вот и я их вот так накрыла сделала тут дырочки как видите ну дня три наверно он так стоит у меня вот и что я надумала как видите у меня тут всякие баночки помыты там ваза есть это банки для сыпучих были они со временем крышечки становятся не такие плотные и я поменяла купила киевские банки одинаковые они более аккуратно стоят и в общем меньше места занимают вот а рука не поднялась у меня выкинуть такие интересные баночки вот я крышки выбросила у меня таких банок мне кажется штук шесть вот эти самые маленькие есть крупнее плюс вот я помыла у меня тут две но есть еще третья такая колба я уже в нее посадила 3 lips art ну в закрытую систему пошел в рост как сумасшедшие корни и море но кстати тоже потерял тургор потому что я сейчас не не оставляю столько воды в закрытой системе как в начале ее использования я как я сказала я сделала свои выводы провела работу над ошибками чем с вами с удовольствием поделюсь может пригодится потому что орхидеи я губила к сожалению в закрытой системе после посадки а все из-за собственных ошибок вот и вот такие у меня еще вазончики есть я думаю все они есть у многих по крайней мере вот их в украине прям много завозили они такие тут ребристые с этой стороны я их покупала и как закрытую систему использовал потом сейчас они у меня просто как кашпо я кидаю на дно крупную кору и ставлю в покупном прямо в озончике орхидеи туда пока она пойдет в рост я пересажу вот и вот эти вот колбы здесь вот видите такой налет после использования такой колбы в закрытой системе уже как вазу ее сильно не получится применять я пыталась отмыть разными средствами но вот этот налет он уже вот этот он уже такой остается на вазе и как бы только вот единственное выращивать дальше в них орхидеи я найду подростков которые я хочу пересадить либо взрослые орхидеи я настоятельно рекомендую не просто наобум купить орхидеи в первый день и и сразу пересадить в закрытую систему а потом смотреть как она там мучается и пытаться что-то с этим сделать а пересаживали закрытую систему орхидеи которые первое пошли уже адаптировались вашем доме пошли в рост это значит у них есть растущий листик раскукленные корни зеленые кончики то есть орхидея развивается стресса в доме нет у нее ваш вашем доме после приезда второе понаблюдать за растением сколько она пьет если это орхидея не терпит там минимального перелива начинает гнить корни там или сбрасывать там цветы и сушить листья или еще что-то не сажайте такую орхидею закрытую систему это будет морока нужно сажать ту орхидею которая вот у вас стоит на подоконнике 15 орхидей вы их там это я приблизительно говорю что вы их поливаете там раз в неделю ну то есть согласно вашего климата все орхидеи просыхают у вас через неделю допустим и вы их так приблизительно в это время поливаете одна орхидея уже должна была быть полита еще дня три тому потому что ей вы видите более такие ослабленные листья более тоненькие серые корни значит вот этой орхидеи нужно больше влаги ей нужно добавить либо более влагоемкий компонент в посадку либо предложить ее закрытую систему вот и тогда вы более-менее выровняете орхидеи будет комфортно в этих условиях я вот покажу пример который у меня был мы опять же не пихать всех насильно я показывал несколько видео назад легата четыре года роста 0 развития 0 какой-то реакции на эту посадку не увидела я лист растит 2 сушит бабочка легата дорогущая орхидея не захотела а я я все ждала когда же она вот когда она примета начнет лихо развиваться не случилось лихо пересадила ее и я вам скажу результаты уже есть она уже выпустила несколько корней от шеи я надеюсь не все будет хорошо но я умудрилась ее вот поливая два дня назад грохнуть и высыпать часть грунта ну вроде все нормально в общем сейчас буду определяться с растениями которые я буду пересаживать у меня есть уже такие переростки 2 и 5 которым уже плохо и тесно которые очень быстро сохнут буду вам рассказывать делиться на что я обращаю внимание при выборе растений почему именно их выбрала какие буду брать компоненты как именно сажать как именно поливать после посадки и в общем все такие тонкости которые я для себя отметила за 55 лет с лишним выращивание орхидеи уже шесть вот приступим сразу хочу показать вам результат пересадки ну наверное с месяц назад я пересадила эту орхидеи q это арт нову но она в мутации 3 липса и вот как вариация каменная роза до у на джакарта вот здесь подобный вариант то есть вот эти лепесточки у нее практически кожаные такие утолщенные вот и вот такие шикарные цветы она очень много пила пересыхала очень быстро именно поэтому я ее и выбрала для посадки в закрытую систему мне как-то мелькала колба перед глазами я подумала почему бы и нет ну и вот собственно результат данной посадки у меня не у меня был мог в морозилке меня лишь дачу пару кусочков но я как-то давно его не применяла и вы знаете кокосовое волокно мне даже больше понравилось в данной посадке у меня она сейчас к сожалению закончилась а так как я себе привезла спагну то я буду использовать тут какие-то вот есть кусочки но это случайно добавленные в коре просто были вот посмотрите какой шикарный результат у этой орхидеи были растущие корни их было много цвет корней у нее очень странный вот здесь часть видна какой у нее цвет корней вот когда подсыхает вот такой вид имеет он еще и поговаривают что это сорта суицидники надеюсь это все таки не так потому что мои в принципе меня не беспокоит растут они хорошо посмотрите какие она дала огромные корни вот в посадку растущие кончики на дне тут тоже видите вот 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 растущий вот растущий вот вот этот корень пропал вот рядышком корень пропал больше и вроде не видела пропавших корней тут растущий растущие будет растущие нравится кокосовое волокно когда я просто у меня был вот такой вазончик сейчас момент уже стоит я думаю кого в него определить я из него вытянула посадку 3 липсов маракеш вот когда вам что-то кажется во мне кажется когда их туда пихала я думала это мало мало надо больше горшок но все-таки решила запихнуть и вижу им действительно на двоих мало влаги они очень быстро просыхали их вытянула посадила в горшок покрупнее они там развивались кстати классно очень много корней но мало места им пока в общем они еще в активном росте я достала и когда я в общем достала я ушла в дебри когда я достал эту орхидею я видел что у нее достаточно длинные корни у нее были растущие кончики и я подумала что вот этого будет маловато а это ей придется по вкусу и я не прогадала хотя поговаривают что темные орхидейки хуже переносят закрытую систему но я не использую ее так как советовали пять лет назад для меня это не посадила и забыла в ведро с водой и там она сама себе вот пьет воду абсолютно нет я сливаю полностью всю водичку это она была полита но сколько я приехала на дня 4 назад пусть она будет полита точно не помню я залила ее вот так она постояла со всеми я время особо не засекаю для меня важно не то сколько она простояла воде чтобы она потом просохла перед следующим поливом больше чем надо не возьмешь но воды и тем более я ее не оставляю на дне посмотрите какие этот белый налет это к сожалению вот от водички остается на стекле такой налет и уже он никуда не денется тут долго росла до этого какая-то орхидейка в общем тут у меня на дне такие более крупные кусочки коры те которые говорила покупала у девочки которая ее как она заявляет ферментирует как архиату и мне в принципе нравится мне не понравилась голтованная кора это кора мне очень понравилось надо найти ее контакты будет и наверное заказать еще такой коры я у нее брала по моему 10 литров мне понравилось она но она более клёвая в таких либо в каких-то крупных объемных посадках либо в стекле закрытых системах в общем в то таком либо если на фитиль сажайте на самое дно а если вы вообще у вас большая влажность и вы выращиваете в обычных классических горшочках там может быть даже без кашпо то он скорее всего не подойдет потому что она быстрее просыхает ее классно миксовать вот у меня тут на дне видите вот эти крупные кусочки она когда я получила в коробке коробка была влажная внутри она прям такая на ощупь была как вот и пинья и архиата не сухая порезанная кора а такая прям приятная как кусочки шоколада я не знаю как это объяснить но я думаю вы поняли она даже такая вот по ней проводишь то есть это не чисто там кусок коры порезанные а видно что он обрабатывался вылеживался вымачивался то есть она уже была достаточно влагоемкая и в нее было хорошо сажать но я ее не хранила в закрытом контейнере она у меня где-то в какой-то вазе в стекле была насыпана немного подсохла вот они эти кусочки вот они они клевые мне нравится я на дно накидала больше их очень свободно видите мне какие тут карманы тут воздух есть тут как бы ничего не трамбую важно было мне чтобы корни были на дне чтобы они смогли пить водичку снизу потому что всегда внизу более влажно наверху немного суши и когда внизу вообще нет корней то там эта влага годами не высыхает вот а здесь я приехала западной колба была полностью сухая все было выпито так потом сюда я положила кокосовый кокосовую такую прослойку из волокна обязательно куплю я в восторге и мне так намного хватило я одну пачку всего купила только для пробы я вот везде где я пересаживала я везде применяла мне очень нравится видите как корням тоже нравится а ближе к верху я добавляла вот эту свою royal mix пению с кокосовыми чипсами когда я приехала я вам говорила орхидеям было тяжело не потеряли тургор это орхидея тоже к сожалению потеряла его нижние листики прям вообще такие были практически тряпочки обсказала и она очень быстрый и ягуар вот я вчера по-моему снимала первую часть видео и я вот сейчас когда доставала это я на второй день снимаю с подоконника эту орхидея я увидела что уже видите уже плотные листья и ягуар я лу ягуар за которой я говорила я лу леопард она уже тоже набрала воды я очень удивилась думала срезать цветы потому что там прям была вообще печальная картина ну тряпки висели вот она тоже уже в таком же состоянии может ее сниму покажу вам вот она напиталась ее просто надо было полить вот видите то есть кусочки влажные но воды нигде нету и такой посадки холодное время может хватить не посадки вернее такого полива в такой колбе может и на две недели хватить а в более жаркий период не на 10 а когда будете уезжать то можно оставить и вот так немножко водички тогда это продлит полив еще оттянет не на 5 вот но повторюсь я сейчас воду не оставляю просто очень сильно жаркие дни я могла так сделать вот такой результат посадки в колбе выбрала первые орхидеи которые я буду пересаживать закрытые системы первое это чиолин rainbow это бабочка я показывала вам такого лососевого цвета у не видите очень много корешков она тоже быстро выпивает воду надеюсь ей понравится такая посадка я ее посажу в небольшую баночку вот ей тут будет объем больше и думаю она тут быстро освоится потом я выбрала не хотела я пересаживать юкиданы у меня их три штуки они вот такого огромного размера но уже тесно такие листья вот видите крайне выдали что уже как бы не очень вот корней много и хочу очень проэкспериментировать посадить два юкидана вместе у меня второе 2 и 5 конь он не влезет поэтому я решила к нему подсадить в 17 юкидан посмотрите какой огромный вот когда вам предлагают подрастить растение в теплице предлагаю очень подумать дома ну вырастет не хуже вот этот стаканчик тоже очень сильно давно мал у него много растущих корней у него большая листовая розетка он переваливается уже ему давно тут тесно и я планирую посадить вот высокую колбу она более широкой такой горловиной сверху и я думаю их двоих вот туда разместить попробую если нет то возможно посажу вот в этот вазончик в котором у меня сейчас находится мог так и вот еще одно растение утра тоже пересаживать вот такой огромный лист уже тоже ей тут не очень как видите очень очень много корней это айсен валит angel очень крупно цветковые фиолетовый metallic бабочка большая крупная вот у нее были проблемы с листиком центральным когда я получила вот этот лист вот этот лист был надломлен у меня такое ощущение что надломила его я вроде он заваливался вперед я его решила подпереть палочкой назад когда отводила как-то он хрустнул внутри я подумала все я сломала точку роста потом он выдал вот такой корявый листик и вот следующий уже выдал нормальность точка роста все хорошо но видите очень много корней и ему тут тесно вот и у меня еще будет одна колба подумаю кого посадить туда тоже вот ну вот эти кандидаты точно пойдут думаю им понравится я освободила 2 юкидана а вот справа у меня 17 растения как видите в этом маленьком стаканчике может вместиться громадное количество корней как оказалось вот и рядышком 2 и 5 я попробую сейчас разместить вместе посмотрю как это получится и покажу чем и как я буду наполнять колбу мне принципе кажется что все должно быть хорошо у него большое количество растущих корешков я думаю очень быстро не дорастут до низу вот а у экземпляров 2 и 5 корни скорее всего должны доставать до дна сейчас буду примерять и посмотрю как сработает моя идея получится или нет но если нет насиловать растение я не буду я просто маленький юкиданчик посажу отдельно в другую емкость вот и все так что если вы надумали сажать растение распотрошив его вы понимаете что что-то не так что-то вас не устраивает никогда не поздно отказаться от этой затеи если вдруг что-то не так меняйте меняйте свои правила планы не пихайте растения потому что вы задумали так изначально если вас что-то не устраивает поэтому всегда можно исправить ошибки вот буду сейчас сажать их колбу примерять вот так и опустила растение в колбу видите у 2 и 5 доходит корешки до дна ну а этому немного надо будет и много надо будет подрасти я вот так чуть-чуть приподниму но в принципе думаю им тут будет твоим хорошо поэтому я начну посадку с компонентами у меня все банально просто это будет вот такая кора которую я тоже несколько раз оговорилась покупала у девочки ферментированная собранная нарезанная вот она такая более крупненько есть такие поменьше кусочки вот крупнее на супер не на очень нравится и второй контейнер у меня это royal микс и не плюс кокосовые чипсы я ее перебираю во время посадки возможно сейчас промою потому что будет отсыпаться с нее торф на дно колбы вымыть его будет сложнее чем в обычных посадках на фитиле там или обычный горшок я люблю что было красиво и третий ингредиент это будет сфагнум который я собрала в горах вот он красавчик влажненький налила водички на дно ему вот так вот он не располагается надеюсь он приживется в колбах и будет помогать расти моим растениям вот приступим по плану моей посадки первым на дно пойдет изначально я разместила растения чтобы корешки доставали до дна раньше я помню показываю закрытая система это насыпался керамзит бестолковый который я уже не применяю потом сверху на него трамбовался мох в несколько сантиметров кулаком не знаю для чего честно говоря когда я разбирала такие посадки то этот мог был похож на какую-то труху и честно говоря я не удивлена что моим растениям не нравились эти посадки я предпочитаю сейчас мог пускать такими волокнами аккуратно где-то возле стенки просто класть его не утрамбовывая создавая воздушную внутри посадку они забетонированную куда корни не очень-то хотят расти поэтому крупная кора которая добавит воздуха посадки ближе к верху я буду использовать более мелкую кору для того чтобы уравновесить и снизу сверху посадка была приблизительно одинаково по влагоемкости и в средине буду добавлять пучками мог собственно все еще хотела бы сказать пару слов по поводу коры если вы ее собираете сами сушите нарезаете я все же рекомендовала бы ее не варить четыре часа как тоже кто-то говорит я считаю все это полным бредом что с не должно произойти 4 через четыре часа то что не произойдет через полчаса допустим мне кажется вываривать ее так долго не надо но что я делала это либо микроволновка вы ее промываете как нарезали и микроволновка ну не знаю пять минут достаточно не для того чтобы вышла смола открылись поры еще там какой-то бред просто для того чтобы те жучки которые не видны глазу просто-напросто померли от высокой температуры и не то что они будут есть корни но есть как он называется комарик грибной вот он может развестись если вы не хотите потом травить свою коллекцию очень долго и нудно 2 то просто прогреть ее термически или обдайте кипятком но я бы все же помыла и прогрела в микроволновке чтобы уже точно мне кажется личинки сварятся и если есть какая-то живность то она должна там погибнуть так тем временем я уже тут начала я тут ложкой себе помогаю попался кусочек ненужной коры я вытягивала вот я просто насыпаю как падает вот кора так я ее туда и насыпаю я ничего не трамбую никуда не стукаю вот просто забрасываю более крупную кору теперь смотрите вот я сколько от насыпала коры но где-то наверное четвертая часть мне кажется затем я просто пучками вот вдоль стена как видите там ничего не натрамбовано под попу ничего не добавляла просто возле стенок добавила немножко свагнума если он там не приживется и погибнет то это просто будет дополнительный влагоемкий компонент вот как видите корешочки здесь не затрамбованы они свободные просто вот опустила сюда как я делаю посадку с азиатами и добавляю их мох который был в посадке но этот мох я выкинула потому что очень долго они жили в нем уже неприятная пах и я думаю там не очень было комфортно растениям поэтому грунт буду менять полностью вот все остальное сейчас буду немножечко приподнимать как видите она немножко тут опустилась я приподниму и вверх уже засыплю royal mix пине с кока чипсами и собственно все видите вот я насыпала здесь уже более мелкую кору пине сколько чипсами и кверху лишь решила еще проложить мох вот буквально вот возле стенки тоже пару пучков и прикрою это все дело корой мне не нравится такой сфагнум работает сверху посадки он высыхает становится коркой его не очень удобно поливать и когда я поливаю то он как-то редко намокает он просто лежит сухой коркой нету смысла он как-то особо не придает влажности и не вызывает рост корней с этим лучше справляется либо спагмос либо тот мох который изначально в азиатах вот он хорошо работает он быстренько намокает и держит какое-то время влагу сверху вот сейчас я оставшееся место досыплю корой вот как видите такая посадка получилась ничего никуда не трамбовала уже 300 раз наверное это сказала но еще раз повторю где чего куда упала так и есть тут где мог тут вообще все воздушные ко мне так нравится вот кое-где корешки проглядываются вот и все собственно поставлю сейчас бирочки протру листья и эта посадочка будет готова и